Школу с добрым сердцем. Доброчинную акцию под таким девизом организовали волонтерские отрады «Открытые сердцы» и Ассоцияция семьёв, детей-инвалидов и молодых инвалидов с ДЦП и спинно-мозговыми патологиями. На Доброчинном святе детей чекали уручения портфелев со школьными приналежностями, гульни-заниматорами и солодкие подарунки. Первый раз не только у первого класса, но и первый раз в жизни стать главным героем свято в Агро-Сядибе. Можно покататься на Орылях, на березе в озеро, погулять на дитячей плясу, цыкаля яблоневого саду, а галонная прокатиться верхом на кони. Погладить и оседлать великих грациозных живёл одважились и не все. А как проехать верхом на Апоне, помянушцы Нюша, выстроивались у Чаргу. Не было отбоя, джадающих, зарабить малюнок на твары и перетвориться про допомозе аквагрыма у феев, те супергероя. Детки чувствуют себя замечательно. Вообще, настолько всё интересно, всё так организовано. Спасибо огромное ребятам. Дети чувствуют себя. Мы сегодня, Санечка, первый раз, но как будто уже здесь были. Такая атмосфера тёплая, очень интересно. Зрабить святоведов для детей, которые пойдут в первый класс, в агульно-эдукационную школу и ты, кто будет займаться в специализованной научной установе обо дома запоминальным, вот главная задача акции. Дети разом гуляли с аниматорами, спевали, делились уражениями о подарунках. Портфели со школьными приналежностями отримали 16 будущих першоклассников. Акции мы проводим систематически, регулярно, не только посвященные Дню Знаний, но также посвященные Дню Защиты Детей, новогодние праздники и все, возможно, другие мероприятия. Конечно, всех детей охватить это нереально, но хотя бы некоторым детям можно организовать подобный праздник. Наталья Капрыленко, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гумель».